Всем большой привет! С вами я Полина. Пью кофе, как всегда. И это прочитанное за два месяца. Господи, декабрь и январь. Быстренько пройдусь по декабрю, потому что в целом практически на все эти книги у меня есть отдельные отзывы в виде 24 часов чтения, в принципе, дневников чтения. Ну и всё в этом роде. Итак, первое у меня это стопка прочитанных книг за декабрь месяц. Прочитала я в декабре не сильно много, но и то здесь нету, например, той же Ропенхоп второй части, потому что в целом я уже везде про неё протараторила о том, какое прекрасное просто странствие убийцы и, в принципе, какие прекрасные книги. Поэтому, я думаю, вы поняли. Пожалуй, самый непопулярный, на который я очень редко вижу отзывы, это «Уличный коп по имени Боб» Джеймс Моун. Это реальная история про кота, рыжего кота Боба, уличного кота, который спас Джеймса Боуина от зависимости, в принципе, вернул ему какую-то волю к жизни, любовь к жизни и всё в этом роде. Есть потрясающий фильм, который я тоже очень люблю. И вот такой книжный вариант мне достался в мягкой обложке. И в целом классная, очень лёгенькая история со своими какими-то приколами. Хочу сказать сразу же, что это не прям какой-то уникальный случай. Просто вот так получилось, что кот привязался к нашему автору, к Джеймсу Боуину. Ну и как-то вот какими-то обстоятельствами один помог другому, и тот помог ему тоже. Вот. Это очень такая, знаете, запутанная, но интересная история. Лёгкая для понимания. И после прочтения остается очень приятное. После вкусе. Настал черёд праздничного обеда, после которого мы с котом нарядились в рождественские колпаки и устроились на диване перед телевизором. Я открыл банку пива, и остаток дня мы смотрели праздничные передачи. Это было лучшее раздельство за последние годы. Кот прочно встал на путь выздоровления, и невероятно игривое поведение было к тому весовым доказательством. Он и в первый-то день напоминал мне маленькое торнадо, а в результате лечения и вовсе превратился в шаровую молнию. Я не представляла, что такое возможно. Временами он принимался скакать и метаться по квартире, словно безумный. При этом он не забывал впиваться когтями в любую доступную поверхность, включая меня. Если вы смотрели фильм, обязательно почитайте книгу. Вам будет легче просто воспринимать всю эту историю. Ну а так, в целом, вот такой вот теперь экземпляр у меня есть на полке. Знаете, больше как трофей. Но я рада, что он у меня есть и прочитан. Господи, тот ещё нонсенс. «Загадай любовь» Ася Лавринович. Первая книга, с которым я ознакомлюсь с автором. И это потрясающее было знакомство. Здесь у нас главная героиня. Господи, как тебя зовут? Наташа. Она тайно влюблена в своего преподавателя. Но как бы здоровой головой понимает, что это не сильно-то уж и взаимно. Головой она всё равно понимает, что что-то всё равно, наверное, не то. И в то же время на горизонте появляется её одноклассник, которого она особо не замечала. А тут вдруг заметила. Вот такой вот своеобразный любовный треугольник. Но я бы не сказала, что это любовный треугольник. Скорее просто лёгкая, классная, развлекательная история про девушку, которая, вот эти вот первая любовь, походы в кино, классное времяпрепровождение. Вот это здесь всё есть. Я, в принципе, поняла, что Ася очень так легко пишет. И это потрясающе. Правда, нечего сказать про эту книгу, потому что, ну, это, ну, не прям лучшая книга. И в целом я почему-то просто, да, это классная, хорошая история для времяпрепровождения. У меня здесь экземпляр именно с кинообложкой и с актёрами внутри. Вот. Поэтому вот так вот, да. Кстати говоря, вот такая обложка мне нравится гораздо больше, чем оригинальные обложки у Аси Лавренович. В общем, вот так вот очень лёгкая, классная история. Я обязательно буду её перечитывать в зимние периоды, потому что, ну, очень классная. То есть такая лёгкая, расслабленная, боже. Потом хочется идти в кино на каток, которого здесь нет. Классная книга, рекомендую. Если хотите что-то лёгкое почитать, расслабиться, это вот оно 100%. Далее у меня тоже интересная книга из такого цикла «Не любовь» или что-то как-то вроде так она называется. У Эллин Си. У меня это не пара. Здесь говорится про двух друзей, двух подруг, которые обе с разными характерами. У обеих, в принципе, такое, знаете, немножко странное восприятие мира. Я не знаю, как это назвать. Но, как бы, и тут они начинают встречаться с хоккеистами. То есть вот. Одна пара у нас такая более романтичная, знаете, такая прям влюблённая вся. Ух. А вторая, знаете, вот такие вот. Мы не будем ничего говорить. Мы будем просто молчать и обижаться. Ну, то есть такой. Я не знаю. Мы так классно и забавно наблюдать. Но, конечно же, период, когда у меня был какой-то кринге в голове, это да, это было и не раз. Но стикер в этой книге есть. Я, скорее всего, тоже буду её перечитывать. Но вот скажу вам, не для всех. Да, очень смешная книга. Забавная у неё. Причём забавная не только ситуациями, но и какими-то диалогами своими. Потому что девчонки здесь просто две подруги оторвы, которые прям вот классные. Вот на них смотришь и прям классно. Они переписываются друг с другом, так, знаете, подкалывают друг друга. Потрясающе. В общем, вот так вот. Если хотите гораздо объёмнее, обширнее, посмотрите моё видео обязательно с этой книгой. Оно такое тоже расслабленное. Книга весёлая, классная. Возможно, что-то ещё у Элли-НТи почитаю. Там, по-моему, ещё одна книга. В общем, вот сне тоже. Буду знакомиться. Эта книга мне понравилась. Буду тоже перечитывать наравне с Аси Лавриной. У меня здесь та книга. Удивительная, поразительная книга. Как вам такое? Да, я заказала себе Королевство Стужи и Звёздного Неба. Это четвёртая часть из цикла Профейру. Все понимают, что и раз уж это четвёртая часть, значит, здесь могут быть спойлеры. Поэтому, если что, перематывайте. Если вам не нужно знать, что здесь будет происходить. После вот этой легендарной битвы, которая произошла. И здесь, господи, день зимнего солнцестояния. Такой канун рождественский. И у фейцев тоже есть своё такое, какие-то свои, господи, хотела сказать, обряды. Вот традиция. Вот здесь тоже у фейцев есть традиции свои тоже. Они что-то одевают, что-то конкретное дарят. И это тоже интересно и любопытно. Здесь ещё на этом фоне какая-то идёт, господи, какой-то заговор извне. Но оно не сильно здесь затрагивается, но затрагивается тоже. И взаимоотношения у нас здесь тоже, помимо Фейри и Ризанда, наших любимых, просто в сердечко. Ещё и других двух. Думаю, вы тоже понимаете, каких. И эта книга мне не понравилась вот вообще. Не, ну ладно, ну не настолько, но было скучно её читать. В какой-то момент начало было прям воодушевляюще. Мне прям аж хотелось, чтобы она не заканчивалась. А когда перевалило за середину, начались какие-то тёрки непонятные, просто высосанные из пальцев проблемы. Что-то как-то друг на дружку. И что-то... В общем, я вообще не поняла, к чему это всё было. И вот сейчас я читаю Королевство Серебряного Пламени. Это уже заключительная пятая часть. И для меня она... Вот что я читала эту книгу, что нет, я бы ничего не потеряла. Вот кроме вот этого восстания, хорошо. Я бы ничего не потеряла. Для меня это просто какое-то, знаете, дополнение. Какое-то... Я даже не понимаю, к чему эта часть была написана. Хотя, да, есть некоторые моменты, которые перекликаются в следующей книге. Но просто странно, что это вывели в отдельную книгу. И... В общем, я не прочувствовала её в должной степени. Хотя очень люблю весь этот цикл. Для меня это было что-то странное. Скорее всего, я просто ожидала от неё чего-то больше. Но вот получила, что получила. Но книга сама по себе неплохая. Ну вот. Далее у меня здесь... Ой, господи, потрясающие книги. Три книги из 24 часов чтения. По порядку. Ну как по порядку. Я уже не помню, какой там порядок был. В общем, Граф Аверин. Потрясающая книга. Первая часть из цикла «Колдуна Российской империи». Вот. И это прям вот... Смак. Это прям было очень круто. С наслаждением читала эту историю. Здесь у нас главный герой Гермес. Да, Гермес Аверин. Граф Аверин. Тот самый, который, господи, умеет вызывать дивов. Подчинять их себе. И в целом здесь такой мир. Это получается Санкт-Петербург 1982 года. И такой... Ну как сказать-то... Это тоже надо отправлять на видео, чтобы вы поняли мои эмоции и впечатления. Потому что сейчас тоже повторяться не особо хочется. Здесь существуют такие существа, как дивы. Я уже сказала, что только колдуны их умеют вызывать. И дивы — это такие своеобразные существа, которые при съедении кого-то могут перевоплощаться в это что-то. Так же в этом мире есть фамильяры, дивы — это дивы, которые привязаны на крови к хозяевам. И вот я прям очень сильно не могла оторваться от этой книги. И очень классно. Я уже всем ее вот так вот ищу. Читайте, пожалуйста. Это прям супер. Вот настолько супер, что вот невозможно. Настолько было классно ее читать, что она у меня вышла в топ года. Тут же. Вот за пару дней, как я стала снимать видео про лучшие там книги или циклы, эта книга вошла у меня в топ. Я прям очень люблю эту книгу, советую всем. Далее у меня здесь книга очень интересная. Это «Крампус. Повелитель Йоля». И любопытно в этой книге то, что мне не сильно зацепило. Ну как, мне понравилась история, мне понравился вот именно замес, который здесь начал происходить, и концовка более-менее. Но было какое-то странное ощущение, будто бы я читаю смесь Стивена Кинга с кем-то еще. Было что-то странное, непонятное. Вроде как и классно читалось, потом что-то пошло не так. Я так и до сих пор не могу понять, точно ли мне нравится эта книга, или же все-таки, ну, на троечку. То есть я так была влюблена в Косинога, и «Крампус» почему-то вот пошел на нет. Я не знаю, как это связано, но история на самом деле очень интересная, и, может быть, через какое-то время я ее тоже перечитаю и уже скажу свое мнение. Но вот до сих пор прошел месяц, и я реально не понимаю, что я могу сказать про эту книгу. Здесь у нас... Господи, как тебя зовут? Джей, как тебя зовут? Как тебя зовут? Здесь у нас главный герой Джесс становится свидетелем очень странного события. Он видит на небе нечто похожего на Санта-Клауса, за которым гонятся что-то вроде чертей. И случайно к нему фургон падает в мешок, который может исполнять любые, в принципе, прихоти, желания. Но так как главный герой у нас немножечко беден, и чуть-чуть как бы у него не сложилась жизнь, чуть-чуть это, конечно, мало сказано, все переворачивается абсолютно с ног на голову. Будет ввязан в такую войну между Санта-Клаусом и Крампусом. Вот такая вот интересная аннотация. Но вот еще раз говорю, не могу ничего сказать про эту книгу, потому что я просто не знаю, что про нее можно сказать. Так что вот так вот у меня с прочтением, даже, честно, даже оценку не могу ей поставить. В этом и проблема. Вот как бы я люблю мрачнятину, трешатину очень люблю, но почему-то здесь как будто бы то ли мне чего-то не хватило, то ли я ожидала многого, хотя очень хотела эту книгу прочитать. И последняя книга декабрьских чтений это было «Если случится чудо». Это та самая книга, господи, которая была у Энтони Илая. Он тоже, кстати, на нее сделал такой некий обзор про как раз-таки шоколадный батончик. Тот самый в неприличных местах. История могла бы мне понравиться больше, чем вот она вот есть. Если бы, во-первых, не было бы каких-то тупых идиотских фраз во время прелюдий, не было бы этой тупой сцены с батончиком и не было бы трэша ради трэша, потому что здесь была сцена очень неприятная. И я не понимаю, почему здесь она была идеализирована. Я не знаю. Думаю, кто смотрел видео у Энтони, тот знает, что здесь у нас будет сцена с изнасивниванием. Вот, немножечко в другом понимании, но все же, это все же есть та самая сцена. И она вот была сделана просто для того, чтобы она была сделана. Она сама по себе без какой-то вот такой вот придирок моих, она в целом неплохая. То есть ее можно читать спокойно, но... Не, вот это вообще не мое. Я как-то даже... Ну, блин. В общем, мне вообще не пошло. У меня это было слишком. Ну, прям перебор я... Ну, что-то мне вообще не зашло бы. Одно действие, другое, третье, пятое, десятое. И ты такой, боже, что происходит? Какая-то мишанина, винегрет с майонезом и... Господи, я не знаю, с клубникой вместе. Это так странно сочетается и так странно естся. Вот такие вот у меня были эмоции от этой книги. И да, вот такая вот прочитанная. Тут один стикер, два, три. Целых три стикера, нифига себе. О, Господи, о, Господи, во мне шоколадный батончик. Это так мерзко и пошло, что хочется плюнуть ему в лицо. Но остается лишь трепетать от удовольствия и сжимать мышцами шоколадку. Так что вот такие вот у меня книги за декабрь. Если вам интересно узнать поподробнее, то обязательно переходите на другие мои видео на моем канале. Вот эти вот три у меня 24 часа чтения были. Вот. А остальные по каким-то одним дням, не считая Мас и Кота Боба. Так вот, давайте, наконец-то приступим к январю. Итак, у меня было очень интересное знакомство с очень нашумевшей книги в жанре монстр-романс «Варвары ледяной планеты». Очень странно, кринжовая вообще книга. Здесь у нас главную героиню, ну, не только ее, там еще, ну, где-то 20 девушек на корабле инопланетном. Ну, их похищают инопланетяне. Для чего? Непонятно. Терпят этот корабль кораблекрушение, делают экстренную аварийную посадку, на ледяной планете. Но, как оказалось, на этой ледяной планете они не могут долгое время находиться. И тут наша главная героиня идет на разведку, понять, что когда как, как вообще, что здесь, помимо льдов, точно ли ничего нет, может быть, добыть еды, и все в этом роде. И наша главная героиня встречает Вектала, который не имеет вообще никакой вот, как это, совместимости с кем-то из его рода, и он начинает резонировать на нашу главную героиню. Если вы не поняли, что значит резонировать, значит, возбуждается он от главной героини, и значит, что его внутреннее, внутреннее вот это вот существо, которое в нем живет, требует именно ее. Вот. Как это объяснить, я не знаю. Это вот полнейший бред, но когда это так классно читается, прям... Ого! Здесь, конечно же, все построено на этом. Здесь еще идет у меня дополнительная глава, дополнительная часть книги, вот. Это для более расширенной такой версии. Есть еще некоторые другие части этой вселенной с уже другими героинями. Вот. Ну, в общем. Это было интересно. Угу. Но я не буду вам советовать это читать, потому что, ну, просто глаза на... Я не знаю, на какой лоб должны полезть. Потому что такое я вообще не читала. Ну, это вообще... И все в таких мельчайших подробностях. Ой, короче, тут тоже есть на эту книгу. Офигенно кринжовое видео, которое я безумно люблю. Можете тоже перейти посмотреть. Там я прям ору в голос. Это просто... Там столько ора, смеха. Это прям... Далее у меня здесь тоже интересная книга. Ну, по крайней мере, для всех. Это прям лучшее, наверное. И, скорее всего, это та книга, которая нравится очень многим. Но, к сожалению, не сильно проняла меня. Великий. Гэтсби Фрэнсис Скотт Фитчеральд. У меня она вся пожуханная. Просто вся... Я не знаю, откуда получилось. У меня кот бесился на столе и что-то с ней натворил такого, что у меня страшно. Странно, что он не погрыз ее. Короче, эта книга отправится, скорее всего, либо к моей подруге, либо к маме, потому что, ну, это что-то странное. Мне поначалу даже нравилось. Читаясь, но потом просто сюжет начал просто идти. и я, ну, просто прочитала, да, закончила, закрыла книгу и все. Больше, не больше, не меньше. И как-то вот... Ну, короче, то ли я рехнулась, то ли я не знаю. Вообще не пошло. И я уважаю абсолютно каждое мнение. Кому-то это нравится. Мне лично не пошла книга вообще. Ну, вот так вот, да. Даже говорить что-то о ней, ну, не знаю. То ли не доросла, то ли переросла. То есть, если бы я прочитала эту книгу лет в 16, меня бы проняло очень сильно. Сейчас, как будто бы... Нет, не слабо. Просто вот, да, я прочитала, я поставила галочку, все. Ничего более. Далее у меня... Ой, вот это любовь-любовь. Знаете, вот, я даже не думала, что... Ну, настолько понравится. Вот не думала. Вот это все Аня Букспейса начала. Вот она начала вот этот вот движ Париж с Марией Семеновой так и продолжает по сей день. Я уже скупила викингов, господи, читала Валькирию. У меня стоят там, где лес не растет. Это, кстати, тот же мир, связанный с Волкодавом. И сам Волкодав. Волкодава я прочитала. Вот это да. Вот это та книга, которая вот просто в рамочку вот так стоять. Такая, ну, смотри, какой красивый. А я ставила в этой книге стикеры и потрясающе, просто что-то невероятное. У меня уже было знакомство с этой книгой, но в силу того, что это был первый курс колледжа, я очень хотела и видео снимать, и книги читать побыстрее. Мне тогда было вообще не очень, я еще, по-моему, писала курсовую. Короче, я тогда слушала эту книгу в аудиоформате и поставила на мощность 2Х. На середине книги я поняла, что я вообще половина из того, что здесь происходит, не понимаю и не знаю. Когда я начала в январе месяце читать эту книгу, я поняла, что это вот прям пушка. И все это, всю книгу у меня была мысль в голове, почему раньше я не считала ее. Здесь такой очень митиеватый слог, скорее всего, мне было просто тяжеловато поначалу. Но потом ты вливаешься, потом ты привыкаешься. Сейчас я начала вторую читать книгу и мне уже легче, я уже не стопорюсь, я уже прекрасно все понимаю, все вот прям вот так, как надо, идет и пру, как бронепоезд, вообще не останавливается. Здесь у нас говорится про волкодава, про единственного в своем роду, оставшемуся в живых, из родов серых псов, волкодав. Здесь у нас и магия, и приключения, такая, знаете, отстаивание своей чести, чести других. Я не могу, какой классный персонаж, сам по себе волкодава. Боже, в нем столько собрано, вот именно, вот, ну, это вообще, ну, это все, это просто голову потерять рядом с ним. Здесь у нас и дружба, и потрясающие приключения, просто, отрыв, в отрыв такой идем, шарашим так, что каждый раз аж трясет, невозможно, особенно в финале просто невозможно, вот тут аж все в комом стоит, и такой, боже мой, что там будет. Мне вот с самой первой страницы хотелось ставить стикеры, но я немножко, как видите, повременила и ставила уже потом, но с самой первой страницы вот эта вот, знаете, песня идет, как будто блин рассказывает. Блин, не могу, это очень-очень классная книга, потрясающе крутая книга. Уже вторую часть, знаете, уже читаю, уже растягиваю, потому что прям вот хочу потянуть немножечко, не хочу все сразу прочитывать, хочу прям тянуть и тянуть. Далее у меня здесь, господи, ликуйте те, кто меня просто со всей просто ненавистью меня обосрал в комментариях, под видео, где я читала Лию Арден, ее двойник с западом. В январе месяце я помнила начало и вплоть до середины книги. Далее я уже особо ничего не помнила, поэтому перечитала с середины, откуда, конечно же, я помнила и прочитала вторую книгу за вечер. И вот сейчас, знаете, будет такой вердикт, который, вот те люди, которые смотрели то видео, просто ошалеют. Я, если бы не прочитала вторую книгу, я никогда бы не поверила бы, что мне, вот, я подниму оценку первой, и что мне понравится весь цикл полностью. Блин, я даже сейчас сформулирую, потому что, ой, меня сейчас закидают камнями. В этой книге было все хорошо, но в какой-то момент случилось что-то странное, и резко все стало плохо, резко мы начали подыхать, все, и вся, и боль, и страдания. А потом, ну, там уже спойлер будет, не буду говорить, я, возможно, не то ожидала этой книги, чего хотела. и когда я начала читать вторую часть, и то я только с двухсотой страницы поняла, что, к чему, как, зачем и почему. Так и должно быть, скажете вы, но нет, здесь другое, вот, абсолютно другое, да, многие вещи раскрываются здесь, со второй части, но какие-то действия мне просто до сих пор не были понятны. И вот, когда я дочитывала вот эту книгу, вторую часть, у меня было четкое ощущение, что я и первую это не читала, будто бы все происходило здесь, в одной книге. И это так по-идиотски, наверное, но есть ощущение, будто бы это вообще не цикл, а какая-то вот одна история, которую не нужно разделять. Ну, незачем, потому что она целостная и без разделения. Я не знаю, как это объяснить. В общем, если говорить чисто по-человечески, благодаря второй книге я повысила оценку первой. Можете радоваться, те, кто просто, я не знаю, всем, чем только можно меня поливал в комментариях о том, что там, да как, и злился на меня из-за книги. Ну, уж извините, все люди разные, у всех, в принципе, мнения разные. И то, я буду перечитывать 100% вторую часть целиком и полностью, потому что целиком и полностью, вторая часть меня полностью устроила, нежели чем первая. Буду ли я продавать первую? Нет, ни в коем случае. Это у меня полностью собранный цикл. И, конечно, я сейчас утрировала, когда говорила, что буду читать только вторую. Нет, я буду читать как первую, так и вторую. Перечитывать точнее. Какой мой вердикт. Это было круто. Это было классно, потрясающе, но я не понимаю, почему это все раскрылось только со второй книги. Первая книга должна утягивать в, как это сказать, в действие. И тебе интересно, а когда это происходит, происходит просто трэш на трэше, и ты просто не понимаешь, когда это закончится, тебе не хочется читать дальше, потому что ты примерно понимаешь, что, скорее всего, там будет все точно так же, а там не будет так же. Но какова вероятность? Ну, блин, первая книга должна как-то цеплять тебя на продолжение. А когда я начала читать вторую, было ощущение, что это, в принципе, вся книга, вот это все целостное. Не нужно было ее отделять. Короче, я как-то вот, не знаю, я брюзжу и буду брюзжать, но этот цикл у меня остается. Я дальше продолжу читать Лео Арден. Я ее как любила, так и буду любить. Короче, все очень странно. Вот, все сложно. Вот так. Свои начинают потихонечку темнеть, поэтому я надеюсь, свет меня немного спасет. Пыталась я продлить удовольствие, поснимать видео под вечером. Вот мне. Далее у меня здесь вторая часть Виктора Дашкевича, его императорский див. Это вторая часть и два наших расследования. Все знают, что это вторая часть. Предупреждаю, это вторая часть. Как-то спойлерить я не хочу и не нужно, но... Где третья? Обрывать книгу на таком моменте это преступление. Просто. Я там реветь начала, чтобы вы понимали. Я начала реветь, захлебываться слезами. И тут книга закончилась. И там был такой ширнющий намек на продолжение. Я вытерла слезы и такая... Ах ты! И начала, короче, матом орать. Это что такое? Где третья часть? Мне она очень срочно нужна. Зима. Здесь в самом разгаре. Здесь у нас, кстати, как раз таки главы. Называются рождественские каникулы. И императорский див. Но у меня есть ощущение, что императорский див поделили на... Как бы... Вот сейчас. Вот эту книгу и последующую. И если все кайфуют от Кузи, то я, во-первых, кайфую от Владимира. Я кайфую от Анонимуса. И вот так забудут, да? Или Анонимус. Анонимус. Скорее всего, Анонимус. Да. Я кайфую от этого персонажа. Просто кайфую. Это такое вот... Ой, не, не могу. Это спойлер будет. Короче. А граф Аверин так вообще... Все кайфуют от Кузи. Я кайфую от графа Аверина и Анонимуса. Анонимуса. Господи, как правильно произнести и от Владимира. А-а-а! Ну, как бы там. Ну, как бы вот. Все, больше ничего не скажет. Стреляю с этой книгой, чтобы уже никому не трепать нервы, потому что все уже про нее сказали. И я такая... Последний вагон просто залетела. Четвертое крыло Ребекки Ярос. У меня просто, я не знаю, какая-то любовь случилась с середины книги. Я начала настолько сильно кайфовать, что аж задыхаться начала, когда читала. Я читала ее просто везде. У меня друг матерился, потому что мы пошли гулять тогда. И что делала Полина? А Полина просто сидела. Сидела и просто все. Нет Полины. Все, она здесь. Пока книга не закончится, Полина не вылезет. Здесь у нас главная героиня Вайолетт. Всю жизнь мечтала стать песцом. И в принципе, всю жизнь шла к этой мечте стать песцом. Но мать ее вот так сказала Шерой быть всадницей. И пофиг, что для того, чтобы вообще стать всадницей, сначала нужно дожить вообще. В принципе, пережить и как-то выжить. Потому что, чтобы вступить в квадрат всадников, нужно пройти через парапет. Казалось бы, кривая лестница в скале, на которой, ну, не каждый выживает. Потом еще мы не забываем о том, что наша Вайолетт, она немножечко не той комплектации, чтобы быть всадницей. Как минимум, она очень маленькая и очень хрупенькая. и в этом заключается вообще сок, наверное, книги, потому что она берет хитростью и, в принципе, своей головой. Не обязательно быть накачанной, перекачанной и сильно вот прям, ну, я не знаю, какой комплектации надо быть, чтобы вступить в этот квадрат. И она просто рвет и мечет всю книгу. Это тот персонаж, который просто расцеловать ее хочется на протяжении всей книги. И также у нас опять интриги, тайны. Это вообще разнос башки. А чем закончилась книга? Это вообще сдохнуть можно. Так, потрясающий вообще. Уай, где там вторая часть? Когда ее переведут? Мне уже плохо. Это та книга, которая вернул на меня к жизни после Нового года. Ну и стопроцентный топ. Это прям вообще не обсуждается. У всех там она была в топе 23-м, а у меня в 24-м году. Добрый вечер, год драконов. Ага, вот она и здесь. Потрясающе. Далее у меня, опять же, тоже неоднозначная книга. С отзывом. Робин Хобб. Джон Гвинн. Тень богов. Как оказалось, после прочтения это первая часть цикла. Какого? Сага о заклятых кровью. Вот так называется. Сага, цикл. Тень богов. Это у нас очень интересная, но очень такая жестокая, я бы сказала, прям душная, душная кровью. Книга, потому что крови здесь просто много. Есть ощущение, будто ты читаешь, а она тебе в рот льется. Это очень странное ощущение было в моей голове, как минимум. Разные персонажи, от разных персонажей идет повествование, и не привязывайтесь к ним, пожалуйста, потому что это будет очень больно. скандинавские боги, фьорды, и просто люди в шубах с топорами. Это да, это здесь будет прям в большом количестве. Даже, знаете, сюжет, очень странно говорить о нем, потому что он как будто бы здесь неоднозначный. Вот если я скажу одно, это может проспойлерить другое. Скажу так, что здесь герои идут. У каждого есть своя цель, но по факту эти все цели сходятся на одном, попытаться спасти мир от неминуемой гибели. Реально неоднозначные эмоции, потому что вроде как было очень интересно, и мне даже понравилось, но в то же время как будто бы что-то не то. Как будто бы, не знаю, как будто бы мы топали так много ради того, чтобы узнать, что это первая часть. И как-то, ну, скорее всего, как предусловие к основной вот этой вот всей... Да не знаю я. Любопытная книга, но вообще не для всех. И последняя книга, и у меня как раз-таки заканчивается кофе. Я просто готова орать и петь на эту книгу. Это кошмар. Дженнифер Армин Троуд, Шторм и Ярость. Это вообще просто в топ. Такой, стопы. Остановись, Полина. Это топ-года стопроцентный. Я читала эту книгу в отдельном видео. Посмотрите, это теперь мое любимое видео. Я прочитала ее. На следующий день я, ну, как бы, ночью я нормально не могла спать. и выходной день подорвалась в 7.30 утра, чтобы перечитать эту книгу заново и проставить в ней стикеры. И выделить все мои любимые моменты. А это, я напомню, первая часть трилогии. Что-то еще нужно говорить. Здесь у нас Тринити. Главная героиня, она потихонечку начинает слепнуть. Также она живет в такой в общине, где тренируют стражей. Стражи, это не совсем люди, я бы сказала, это вообще не люди. У них есть человеческая форма, но также есть форма стража. Это когда они, господи, становятся каменные, и когда они раскрывают крылья, у них появляются рога, их кожу очень сложно пробить. Ну, и в целом все в этом роде. Они там упражняются, и здесь в этой общине живет Тринити. Она наполовину человек. И наполовину еще кто, это вам предстоит узнать в этой книге. Также здесь присутствуют демоны различных классов, тоже, которые охотятся тоже непонятно пока зачем. Тайны, интриги, и есть маленькое ощущение, что всю книгу у вас, ну, немножечко нае, потому что, ну, когда ты дочитываешь до конца, ты такой, да ладно, то есть автор меня водила все это время за нос, и так круто поводила меня за нос, что я просто в шоке сейчас. Именно такие ощущения у вас, скорее всего, будут. Потрясающая книга, прям очень сильно мне понравилась, я понимаю, что я вообще сошла с ума по ходу по Арминт Роуд, потому что мне из Крови и Пепла очень нравится, и сейчас вот начала новый цикл читать ее, и все циклы, да е-мое! Короче, это топ, у меня здесь, чтобы вы понимали, главы выделены стикером, то есть отдельные главы, мне отдельные главы понравились здесь, а их здесь, как бы, извините, немало. У меня до сих пор книга не отпускает, у меня до сих пор, у меня до сих пор в голове все эти действия, просто я не представляю, как дальше вообще жить без продолжения, я дико жду, когда наконец-то переведут вторую и третью часть. Вот такая вот у меня здесь куча книг, прочитанных за два месяца, это не сильно много, но и как бы месяцы тоже не самые рыбные, скажем так, декабрь очень сложно, а январь как бы отходники мы ловим. Вот, но тем не менее, в январе я очень много чего начала, как минимум начала новые циклы, какие-то закончила, и меня это радует, да. Так что вот так вот буду с вами прощаться, большое спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много-много чего интересного, я с вами там общаюсь, очень люблю с вами общаться, вы там делитесь своими покупками, какими-то приобретениями, просто отзывами на книги, это мне тоже все очень-очень приятно. Делитесь обязательно в комментариях вашим мнением по поводу тех или иных книг, что вы читали, что вы планируете читать, вот, опять же, отзывы у меня сегодня были неоднозначные, потому что книги, на самом деле, тоже какие-то неоднозначные получились, но, надеюсь, вам понравилось. Все, буду с вами прощаться, всех вас безумно люблю, всем пока-пока.